Всем привет! С вами Лиза, я рада видеть вас на своем YouTube-канале. Сегодня необычное для нас будет видео, потому что это будет влог. Я сейчас нахожусь в Турции, я думаю, об этом уже все знают, но просто кто, например, не знает, напоминаю. И сегодня я поеду в Анталию, и, собственно говоря... Сегодня я поеду в Анталию, и это будет влог из Анталии. Так что не будем это все затягивать, я очень буду рада, если вы посмотрите, я над этим старалась. И пишите комментарии, хотите ли вы больше влогов от меня. А еще я активно веду свои соцсети, например, Телеграм и Инстаграм. И в Инстаграме у меня каждый день истории из Турции, поэтому очень вас жду. Оставлю ссылки в описании, буду рада вашим подпискам, и погнали! Знаете, все две недели тут была жара и плюс 22 градуса, у меня даже нос обгорел. Но именно сегодня у нас плюс 14, и весь день будет дождь по прогнозу. Спасибо! Ну да ладно, я люблю дождь, перед выездом у меня есть пара дел. Сейчас я буду сгонять воду с окон, потому что, если я этого не сделаю, на стенах может появиться плесень, как это было две недели назад, а мне такого счастья больше не надо. В своем Инстаграме я выставляла, я не знаю, кто тут у меня подписан. Это был просто ужас, все стены у меня были в плесени. Так что погнали делать мою утреннюю рутину и сгонять водичку с окон. Итак, вот столечко водички я насобирала, теперь мне надо искупаться, накраситься и попить кофе. Так, с душем я, как видите, закончила, так что теперь кофе, потом мейкап, и надо уже идти, на самом деле это уже очень поздно, я планировала гораздо раньше, но я как всегда. Душ already done, теперь время кофе. Когда хотела эстетично налить воду, а тут гора немытой посуды. И грязная плита. Черт возьми, я даже сахар эстетично насыпать не могу, нафиг это все. Ну хотя бы воду с молоком она смогла нормально налить. Короче, выдвигаемся максимально поздно, лук на сегодня примерно вот такой. Всех люблю, целую. Чтобы доехать до Анталии, сначала надо на одном автобусе доехать до остановки на трассе, а потом пересесть на второй автобус. На два автобуса мне нужно 114 лир, а я дура забыла, что нужна наличка, и у меня есть только 100 лир. Ладно, я нашла еще 13 лир, надеюсь, мне простят одну лиру. Кстати, летом мы с Найя брали такси от Кимера до Анталии и заплатили за него больше 10 тысяч рублей, точнее 150 долларов. Сейчас, чтобы вы понимали, я еду на автобусе, который стоит 200 рублей, учитывая, что еду я еще с более далекого места, чем Кимер, где мы были летом с Найей. То есть, путь длиннее, оплачу я 200 рублей. Жаль, летом я не знала о существовании этих автобусов, которые ходят круглый год целыми днями. Но да ладно, я была туристом, не может. Это сейчас я уже 4 месяца в Турции живу. Короче, я уже на второй остановке, и тут всегда холодрыга, потому что горы и открытая местность. Надеюсь, автобус быстро приедет, потому что расписание я не знаю. Только я нашла тренд в ТикТоке, который хочу снять, как приехал автобус. Конечно, как же иначе? Ехать нам примерно полтора часа с двумя остановками. Обычно я слушаю музыку и любуюсь природой в окошке. Люблю я, конечно, в туннелях ездить, своя романтика в этом есть. Кстати, я только недавно осознала, что когда я нахожусь в туннеле, по сути, я нахожусь внутри какой-нибудь горы. Наша первая остановка – заправка в Кимере. И я очень хочу показать вам туалет на турецких заправках. Нормальные блогеры показывают, что продается, делают эстетичные видео. Лиза, хочу показать туалет. А почему бы и нет? Сейчас вы все поймете. Турецкие туалеты на заправках – это отдельный вид чистоты и искусства. В этом, например, такие классные зеркала висят. Во всех туалетах двери открываются от сенсора, и тебе не надо трогать мокрые ручки и думать, вода это или... Ну, вы поняли. И везде есть такие пакеты на унитазе, которые можно поменять, если сильно хочется сесть. Обзор туалета – чек! В самой заправке могу показать только классные холодные кофе, которые я обожаю. И дофига вкусов редбула, которых в России я никогда не видела. А все остальное, в принципе, мало чем отличается от того, что в России можно найти, так что поехали дальше. Я обожаю брать эту турецкую выпечку. Такая булочка называется «Смит». Она внутри пустая, но это тесто, видимо, с феромонами, потому что оторваться от него сложно. Вышла, увидела тут букеты, а потом просто тихо охерела. Этот букет стоит 250 лир, что равно 1000 рублей. В России такой букет будет стоить минимум 4000. Я просто в шоке! И это еще цены на заправки. Значит, в городе такой букет можно вообще за все 600 рублей найти. А этот с розами 300 лир, то есть 1200 рублей. Надо брать букеты из Турции и продавать в России, тогда я стану богата. Ой, тут еще мороженки, сейчас покажу вам. Тут большой выбор магната, которого нет в России. И вообще почти всего этого мороженого нет в России. Короче, вот так вот. По ценам мороженое в Турции стоит примерно столько же, наверное, как и у нас. Может, совсем немножко подешевле. Короче, я съела эту булку и вся уделалась. Ничего нового. О, смотрите, какой маленький остров моря. Может, это чудовище из Винкс? Не знаю, смотрела тут кто Винкс или нет, но я этот мультик обожала. Я уже ехала в Антонию и стою почти час в пробке, а время 3 часа дня. Похоже, я сегодня ничего не успею. Итак, я наконец-то вышла на остановку. Наконец-то пробка кончилась. Время уже 3 часа на минуточку. Я не знаю, мне уже скоро назад ехать. Ну да ладно. И сейчас у меня такая миссия. Я хочу посетить турецкий метро, потому что ни разу еще в нем я не была. Но я обожаю метро. Я фанатка метро. Так что теперь это очень сложная задача, потому что метро находится на окраине. И мне нужно сейчас, короче, еще один автобус ждать. И я не знаю, сколько я вообще туда буду ехать. Я уже узнала, какой автобус. Остается только ждать. Надеюсь, это стоит того, и я увижу в метро что-нибудь интересненькое. Итак, спустя полчаса ожидания я села на автобус. Так что гоним метро. Так 12 километров было. Я думала, буду ехать очень-очень долго. Но я доехала очень-очень быстро. К удивлению. Тут икея. Короче, чтобы тут попасть в метро, не нужно никаких специальных карт. Нужно просто дать свой паспорт на стойке информации, и тебе все выдадут. Не надо никаких вообще заморочек. Я, если честно, ужасно проголодалась. Поэтому сначала я отведаю тут в метро ресторане еды. Выглядит все довольно-таки аппетитно. Мне кажется, что будет очень-очень вкусно. Я, если честно, была такая голодная, что когда взяла все, просто накинулась на еду и сожрала все за 5 минут. Поэтому я даже вам ничего не успела показать. Могу показать только пустую тарелку, но было очень вкусно. Если честно, в метро я очень разочарована. Тут вообще ничего интересного нет. Вот вообще абсолютно никакое метро. Дофигища людей. Пропадает вся романтика метро, когда ты такой один. Так что я просто покатала тележечку и просто посмотрела. В общем, очень скучно. Вот все, что я могу сказать. Сегодня в белом танце кружимся. Ааа. Тут кто-то выгуливает своих баранов. В общем, пока распогодилось, я решила съездить на водопады, потому что сегодня погода меняется скоростью света. И я не удивлюсь, если через час опять все тянет тучами. Поэтому хотя бы водопад вам покажу. По-моему, выглядит вообще шикарно. Такой прикол. Смотри, черт. Фотографируйтесь с попугами. Другие, это просто забавно. Так, на улице уже стемнело. Я еду кушать и уже буду возвращаться обратно домой. Потому что время как бы уже 7 часов. Я поделась. Я тут открываю свои полы. И уже выдвигаюсь на автобус на остановку. Не знаю, что я думала, когда приехала в Анталию. Два часа дня. Но я нифига не успела. И даже в магазин толком к тебе не зашла. Так что, показывать в принципе нечего. Классность, хочу сказать. Итак, вот я вернулась домой. Очень устала, в общем. Поэтому я уже буду сейчас снимать косметику. И идти спать. Пишите, понравился ли вам такой формат. Очень буду рада. Напоминаю, что закрепила свои соцсети в описании. Все, пока-пока.